МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Где чекиниться будем? В чебоксарских троллейбусах появится бесплатный Wi-Fi. Что движет солнце и светило? Секрет счастливого супружества от семьи Волковых. Непослушная или несчастливая? В Кукольном театре очередная премьера. Доверие бизнеса к государству должно повышаться, считает председатель правительства страны. Сегодня Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с руководителями регионов. В расширенном составе обсудили, как в российских субъектах будет реализовываться реформа контрольной и надзорной деятельности. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От реформы контрольной и надзорной деятельности положительного эффекта ждут прежде всего бизнесмены. За последние годы от них поступило огромное количество жалоб на излишне строгий подход проверяющих. Генеральный прокурор отметил, что больше всего вопросов вызывает работы МВД. За последние три года при проведении более 19 тысяч гласных оперативных мероприятий подразделениями МВД допущено свыше двух тысяч нарушений. А возбуждением уголовного дела закончилось менее 15% обследований. Спрашивается в остальных случаях, зачем сотрясали бизнес-структуру. Прокурорами скрыто около четырех тысяч нарушений в деятельности органов Роспотребнадзора, свыше двух тысяч Ростех и Ространснадзора, по одной тысяче в Росреестре и Роспроводнадзоре. Дмитрий Медведев отмечает, что необходимо изменить принципы контроля. Нет смысла ходить с проверками туда, где здоровью людей ничего не угрожает. Работа надзорных органов будет оцениваться не по количеству отчетов. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения. В ближайшие годы необходимо внедрить и новые методы контроля. Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фото и видеофиксации и так называемого интернета вещей. Для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами. И таким образом шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду контроля и надзора. Реформа стартовала полгода назад. В ближайшие пять лет количество проверок бизнеса должно быть сокращено в два раза. Для регионов это приоритетная задача. Республика делает ставку на риск-ориентированный подход. Сегодня все органы власти, у нас семь видов риск-ориентированных подхода. Мы отправили все предложения для того, чтобы определить критерии каждому из предпринимателей. То есть это умеренный риск, средний риск, наименьший риск. Все наши органы власти, которые отвечают за тот вид регионального надзора, отправили в федеральный. Но федералы пока еще не разработали. Мы предлагаем не ждать этого порядка. Глава региона отметил, что поручения правительства страны должны быть выполнены в сжатые сроки. От этого зависит, насколько высоким в республике будет уровень экономической свободы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В бюджет Чувашской республики в первом полугодии поступило неналоговых доходов от управления и распоряжения государственным имуществом на сумму более 153 миллионов рублей. Это 53% от плановых показателей на год. Большая часть средства выручены от продажи квартир государственного жилищного фонда и арендная плата от использования государственного имущества и земель Чувашской республики. Муниципальные власти обязаны наладить эффективную работу по пресечению коррупции. Пока же, это показала недавняя проверка, не каждый район должным образом борется с угрозой национальной безопасности. В антирейтинг попал и многород Канаж. Результаты правительственной ревизии представили на Совете по противодействию коррупции. Подробности в следующем материале. Тотальная проверка работы муниципальных администраций обнажила немало проблем. И на них местным властям указывали постоянно. Вопиющие факты выявили в Канаше. Профилактикой коррупционных преступлений в Моногороде никто не занимался. На протяжении трех лет в муниципалитете не проверяли и сведения о доходах чиновников. Установлено, что нарушение закона Чувашской республики о муниципальной службе некой Егоровой, ведущему специалисту-эксперту отдела строительства администрации города Канаж в 2017 году присвоен властный чин при наличии неснятого дисциплинарного взыскания. Вообще нам непонятно, чем занимается ваш управделами. В моем понимании управделами как раз всю эту работу контролирует. В администрации города Канаж аттестации муниципальных служащих не проводил с 2008 года. Глава республики отметил, что за эту работу руководители администрации должны нести персональный ответ. То есть выявленные нарушения должны устраняться. В строгие указанные определенные сроки, где реально, объективно это можно устранить. Полное право иметь, когда конфликт интересов даже за утрату доверия уволит. Они же, как муниципальные служащие, обязаны знать законы, обязаны соблюдать их, соответственно, когда касается злостных нарушителей. По этим замечаниям мы составили дорожную карту. И в рамках исправления все они до декабря месяца будут приведены. Некоторые сроки исполнения – август, июль. Муниципальным властям указали и на другие проблемы. Администрации районов недостаточно эффективно распоряжаются госимуществом. В 2016 году проведено 87 выездных проверок. В первом полугодии 2017 года 41 выездная проверка, по результатам которого выявлены факты нарушения использования объектов нежилого фонда третьими лицами без оформления договорных отношений. Необходимо контролировать и как используются муниципальные земли. Местные власти должны составить подробные планы проверок. В семи районах эта работа не проводится. Медриковалев и Олег Якимов. Республика. За безопасность и качество в ответе. В Чебоксарах работает общественный контроль, который следит за ремонтом дорожного полотна в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Каждую неделю проходят публичные обсуждения с участием подрядчиков, представителей администрации и горожан, где решают текущие вопросы. На одном из обсуждений побывала и наша съемочная группа. Проехать и не попасть в яму Ринокочку – такая общая задача стояла перед автовладельцами и велосипедистами. Дорога по социалистической улице ремонта требовала давно и, наконец, дождалась. Здесь заменили полотно по программе «Безопасные и качественные дороги». Дорога была ухабистая. Сейчас, конечно, луть – это же видно. Глаза же есть. Но нужно доделать кое-где. Надеюсь, доделают. А где? Что не хватает? Ну, вдоль дороги, где идут подъезды к самой основной трассе. Например, на поселке можете пройти, посмотреть. Там лужи стоят. Ну, может, доделают они. А так – ничего. Доделать работу подрядчику придется. Общественный контроль не дремлет. Еще один недочет – не заасфальтированные люки колодцев. Что касаемо колодцев, съезда, сегодня работаем, завтра будем. Я же думаю, или завтра, или послезавтра. Но это все закончится. Общественники прошлись и по другим объектам. На улице Петрова лежачий полицейский высотой страмплин. А вот на Гагарина медленно укладывают бордюрные камни. Подрядчики обещали исправить все замечания. Народная комиссия работает уже полтора месяца. В ее составе 19 человек. Был проведен некий такой ликбез, потому что не все из них имеют соответствующий опыт, знания и образования. Вывезли на объект, рассказали о технологиях, о применяемых материалах, ну, в общем, чтобы уже с ними разговаривать на одном языке. И сейчас они, оперируя всеми этими терминами, очень так активно вовлечены в этот процесс. Все стадии производства работы они контролируют. Сейчас отремонтировано пять улиц. За ближайшее время к ним присоединятся еще семь. Так что тем для обсуждений будет больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Бесплатный интернет в парках, библиотеках, кафе. Теперь и в общественном транспорте. В чебоксарских троллейбусах появится Wi-Fi. Каждый желающий сможет подключиться к бесплатному беспроводному интернету. В первый день осени в чебоксарах должны заработать 90 муниципальных Wi-Fi точек. Три в публичных местах – Красная площадь, Лакревский и Детский парк имени Николаева. Остальные на четырех маршрутах троллейбусов – первом, четвертом, двадцатом и двадцать первом. Скоротать время в социальных сетях, найти нужную информацию в интернете можно, не выходя из троллейбуса. Для подключения к Wi-Fi сети пользователю нужно будет пройти идентификацию и авторизацию с помощью номера своего мобильного телефона. После этого он может спокойно заходить в интернет в любом месте без регистрации. Одновременно доступ к сети с мобильного телефона или планшета могут получить до 50 пассажиров. Проект имеет социальную направленность и создан для того, чтобы люди имели доступ к информационным муниципальным ресурсам, государственным услугам. Кроме того, Wi-Fi в троллейбусах позволит поставить дополнительные камеры видеонаблюдение, что повысит безопасность на транспорте и вообще, в принципе, пассажиров. То есть такие вещи, как забытые сумки. Если раньше в троллейбусах можно было часто встретить человека с книжкой в руках, то примета нынешнего времени – планшетники или смартфоны. Сейчас молодежь считает, если ты не можешь проверить почту или написать пост в личном блоге, ты уже непродвинутый человек, не шагаешь в ногу со временем. Одним из плюсов считаю, что можно сесть спокойно, мобильное устройство ее достать и почитать перед лекцией или семинаром какой-нибудь материал интересный, перед экзаменом, например, тоже. Также посмотреть видео. Я знаю, как бы здесь троллейбусы ездят очень долго. Может, еще возникнет такая штука, что кому-то будет проще кататься на троллейбусах, чем сидеть дома и платить за это деньги, как за интернет. К этому я отношусь положительно, так как троллейбусы бывают иногда скучно, там далекие поездки. Если нет доступа в интернет, то Wi-Fi был бы хорошим решением, было бы интереснее ездить. В троллейбусном управлении надеются, что бесплатный Wi-Fi прилечет больше пассажиров в общественный транспорт. Пока судить об этом рано. Но если эксперимент удастся и интернет будет востребован, бесплатная сеть появится и на других маршрутах. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. 57 лет рука об руку. Семья Волковых известна всему Красноармейскому району как символ крепкого брака. Об этой истории любви Юлия Важенина. За плечами супругов Волковых более полувека совместной жизни. Викентий Михайлович и Клара Аркадьевна поженились 57 лет назад, в далеком 1961 году. Число 25 для пары счастливое. Все знаковые события произошли именно в эту дату. 25 октября 1957 года Викентия Михайловича призвали в армию. 25 апреля 1960 года он вернулся. И в этот же день встретил любовь всей своей жизни. А год спустя, 25 апреля, пара поженилась. Как говорят сами супруги, их жизнь была полна трудностей. Но вместе они смогли все выдержать. Любовь вечна. Есть она вечна. И если человека любит, он, где бы то ни было, у себя в сердце держит. Это любовь. Это взаимное отношение людей друг к другу. Притяжение друг к другу. Сейчас Викентий Михайлович и Клара Аркадьевна на заслуженном отдыхе. Но в прошлом оба преподавали. Викентий Михайлович – историю, а Клара Аркадьевна – физику. Теперь супруг пишет книги. Автор вложил много сил в исследование истории родного края. А первое его произведение «Рука об руку по жизни» посвящено 80-летию любимой жены. Любовь и верность – вот два кита, на которых держится супружеская жизнь Волковых. Мы не различаем, это женская работа или мужская работа. Кто раньше времени, значит, вперед сами придет из школы, начинает работать. Если я приду пораньше, я начну. Это мужская работа, это женская работа. Мы не делили, а работали всегда вместе. У Волковых большая семья. Две дочери, четверо внуков и одна правнучка. Показывать им, какой должна быть хорошая семья – главная задача супругов. Дети, они чувствительны. Они сами видят, как их родители друг к другу обращаются. Это и есть самый главный пример для детей. В День семьи, любви и верности в Чебоксарах чествуют юбиляры в совместной жизни. И семья Волковых – одна из тех, кто по праву достоин медалям за любовь и верность. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. В Чувашском театре «Кукол» состоялась премьера спектакля «Непослушная Ильдеби». Это уже вторая постановка, которая выходит в свет при грантовой поддержке главы республики. «Непослушная Ильдеби» – спектакль, в котором слова не нужны. В движениях, эмоциях, песнях прослеживается главная задумка режиссера – объединение чувашской классики и новаторского подхода. Конечно, по Хузангаю выпускать спектакль немножко сложнее, потому что здесь все народные предания, как известно, народные сказки имеют в основном смысл для взрослых. Конечно, приходится адаптироваться к современному обществу и привести немножко в другой вид эти сказки, то есть чтобы дети могли смотреть. Спектакль имеет двойное прочтение. Дети увидят в нем историю трех кукольных невест, которых выдавали замуж, но одна из них оказалась бунтаркой. А взрослые – судьбу одинокой несчастной женщины, которая живет в своем мире. Привычный ход жизни меняет появление домового. В спектакле виден и нестандартный подход к художественному оформлению. Декорации, костюмы и непривычные для глаза куклы создавала приглашенная художница из Ёж-Королы. Эта бабушка старенькая достает из сундука, в принципе, вещи, которые у нее завалялись. И из того, что есть, она собирает куклу. Где-то бусы валяются у нее, где-то и луковички, и все из этого собирается. Это очень интересно на самом деле. Не просто образ рисуешь, а образ уже из ничего получается. У любой сказки должен быть счастливый конец. Это не исключение. Любовь снова спасла и преобразила мир. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Юбилей отметила поэтесса автора-исполнительницы собственных песен Светлана Азамат. Специально к ее 65-летию в музейно-выставочном центре Чебоксар открылась выставка «Стихи, рождая с музыкой, сплетаюсь». Экскурсию по выставке проводит сама именинница Светлана Азамат. Рассказывает о самых ярких страницах творческой жизни. На стендах фотографии ее родных и близких, концертные костюмы, книги и многочисленные награды. Ее творческий путь начался с музыки. Отец научил играть на скрипке. Баян и фортепиано освоила в Канажском педучилище. Затем прибавились гармонь и дудочка. Писать стихи начала позже. Пишет по сей день. К этому дню из-под ее пера вышло уже более 20 книг. Ее поэзия, она как-то дышит по-другому. Ее стихи поются. Не зря, потому что наши странные певцы поют песни на ее стихи. Хотя официального звания такого у нее нет, но она давно уже народная у нас. Она супер-сверхнародная. Поэтому мы очень рады, что мы рядом с ней, что она рядом с нами. Светлана Азамат, известная как композитор, написала более 200 песен, нескольких музыкальных хореографических сюит. Бог, родители Всевышний, конечно, одарили большим талантом, всесторонним талантом. Она и поэт, прекрасный поэт, она и музыкант, она и композитор, она и певица, она и общественный деятель. То есть, видите, она и педагог, то есть весь спектр творческой личности. По ее стихам, по ее музыке можно и будут изучать дальнейшие поколения, которые придут. Впереди у Светланы Азамат много планов. Она полна энергии, много работает, с удовольствием проводит творческие встречи и по-прежнему обещает радовать читателей, слушателей и зрителей своим творчеством. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. В России успешно завершился Кубок Конфедерации. Посмотреть на футбольные матчи лучших команд мира в разных городах собирались сотни тысяч людей. А помогали в организации масштабных мероприятий волонтеры, в частности, ищу вашей. В республиканскую команду вошли люди разного возраста и разных профессий. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена прошла пресс-конференция, где ребята рассказали о своих трудовых буднях. По словам футбольных добровольцев, главная оценка для них – это счастливые лица болельщиков и гостей Кубка. У некоторых ребят уже был опыт работы на Олимпиаде в Сочи, и с тех пор волонтерство – их жизненная креда. Около 30 молодых ребят работали во всех четырех городах Кубка Конфедерации. Помогали гостям турниры на улицах, в вокзалах, в аэропорту, на парковках, в фан-зоне и в других местах. Все они единодушно отметили, что веселее всего работать на последней миле, то есть в непосредственной близости от стадиона. Там есть хоть какая-то околофутбольная жизнь. По обыкновению именно в этой зоне волонтерам выдают большие поролоновые пальцы, которыми они должны подбадривать болельщиков и указывать им путь. Меня уже заранее знали, доверяли, наверное, и определили в чашу, то есть внутрь стадиона. И я стоял на северных трибунах в одном месте, это, конечно, минус. Волонтеры все менялись по позициям, а я стоял на одном месте и смотрел в футбол только сзади ворот. Если смотрел, конечно, а так приходилось там решать разные проблемы. И, наверное, смотрел, если так подумать, десятую часть матча, так мельком, на пенальте смотрели все. Но это не повлияло на настроение ребят. Члены движения добровольцев в очередной раз приехали переполненные положительными эмоциями. На турнире они закрепили ранее полученные навыки, проверили, насколько они стрессоустойчивы, поближе познакомились со спецификой работы. Можно сказать, что для них прошла мини-репетиция к работе на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Сабина Вишневская, Расиль Мухаммедов, Республика. Здесь ему не страшно. И в завершение выпуска о погоде. МЧС предупреждает. Сегодня ночью и днем 6 июля на территории Чуваши ожидается сильный дождь. Усиление северо-западного ветра 8-13 метров в секунду. Местами грозы. Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрывам линий электропередачи связи, обрушениям слабо укрепленных конструкций, ветких крыш, высотной строительной техники и кранов. Затруднения в работе всех видов транспорта. В случае необходимой помощи звоните на номер спасателей пожарных 0-1. Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно принимает информацию от населения при угрозе или возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова